Приветствую вас. Немножечко раскрывая ответ эксперта Лидии, мне бы хотелось донести до вас какие-то моменты, какие-то мысли, может быть, какие-то взгляды на ситуацию, и для того, чтобы, возможно, вам лучше понять то, что сейчас происходит. Во-первых, хочется сказать для начала так. Самое главное, что вам сейчас нужно для себя уяснить, пожалуй, это то, что ваш муж, какие бы ошибки он не совершил, что бы он там ни делал, он в этом раскаивается, он об этом сожалеет, и, наверное, а если быть точным, то не наверное, а совершенно, наверняка, это самое главное. То есть, если мужчина раскаивается, то это как минимум означает, что он осознает, что поступил действительно плохо. Другое дело, что не совсем понятно, почему и зачем он вам, скажем так, в этом признался. Опять-таки, его признание означает, что у него большое чувство вины по отношению к вам, и это хорошо. Благодаря этим аспектам он осознал, он осознал, что не хочет и не будет вам больше изменяться. И вопрос, который я, наверное, задам вам, будет быть же так. Разве это не здорово, что он рассказал вам, признался, что он хочет быть честным, что он не хочет, чтобы между вами были какие-то непонятки и так далее. Просто сами, для себя, этот вопрос постарайтесь проработать. Дальше. Дальше вам необходимо, конечно же, с мужчиной разговаривать. То есть, вот, он вам изменил. Изменил он вам три раза. Скажите, воспринимаете ли вы, условно говоря, его измену, как что-то, связанное с личным вам оскорблением? То есть, воспринимаете ли вы его измену, как оскорбление лично вас? Если да, то почему? Почему вы воспринимаете то, что он сделал, то есть, измену, как личное оскорбление вам? Чем это обусловлено? Ведь его измены были связаны, скорее всего, не с вами, а с тем, что он поддался, именно так, поддался на провокацию, на увещевание, на склонность своего знакомого к определенным формам времяпровождения, о чем мужчина сейчас жалеет. И жалеет очень сильно. И вы могли даже увидеть, что он, ваш мужчина, сейчас, то есть, точнее, не сейчас, а на вот момент, когда он только-только расставался с этим знакомым. Он же ведь перестал снимать сейчас, правильно? Если я, ну, верно вас понял, то он перестал вообще с ним как-то взаимодействовать. Так, простите, не это ли говорит о том, что мужчина понял, что поступает неверно? Теперь дальше. Что означает, что значит такое поведение его? Означает такое поведение то, что ваш муж получил определенный опыт. И опыт в данном случае заключается в том, что он имел возможность сравнить, например, вас и тех, с кем он встречался. И определенно ему не понравилось то, что он испытал. И это, безусловно, означает, что именно вы нужны своему мужу. Без этих аспектов, без этих ситуаций, невозможно было бы его, к сожалению, осознание того, что вы ему нужны. Очень важно для вас понять, вот просто для вас осознать, чем и как воспринимается вам измена. Потому что, если измена вы воспринимаете, как показатель своей ненужности, то это работа над уверенностью в себе, над самооценкой. Если вы измена воспринимаете, как предательство, то тогда нужно сказать, что тут будет другой подход. То есть, в первом случае, вы как-то в чем-то не уверены в себе. А в втором случае, вы воспринимаете предательство слишком узко. То есть, понимаете, мужчина действительно является предательством. Но он совершил эти действия по ошибке. То есть, он этого, возможно, не осознавал. Но в сделке он об этом жалеет. Это значит, что в будущем он этого больше не повторит. Я думаю, что вам необходимо разговаривать со своим мужем. И вот мне непонятно здесь, почему он злится. То есть, чем обусловлена его злость. ведь действительно, он совершил достаточно серьезный проступок. И как бы об этом нужно разговаривать. Вот так просто замять это. Тем более, если он сам вам во всем признался, его за язык никто не тянул. Вот так просто признался и надеяться, что вы все забудете. Ну, мягко говоря, наивно. И тогда тогда давайте подумаем, что же может мужчину провоцировать на нежелание разговаривать. Может быть чувство вины. может быть что-то еще, но как правильно указала вам коллега, сперва нужно прорабатывать вашу психотравму, которую нанесла измена, а потом работать вместе с вами, потому что объективно мужчина не понимает, что значит для вас, что значит для вас, его слова и то, что он вам сказал. Также мне хотелось бы лучше немножечко понимать, для чего он вам сказал, рассказал точнее про свои приключения, чего он хотел этим добиться. Вы, наверное, сами не понимаете, потому что вы пишите, за чем он признался. на этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Поехали! 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 Поехали!